World of Tanks непрерывно меняется, обрастает новыми деталями. И сейчас мы готовы представить на тестирование новую итерацию изменений. На общем тесте обновления 1.12 вы сможете оценить улучшение характеристик ряда премиум-машин, новые изменения интерфейса, которые позволят играть комфортнее и эффективнее, режим «Стальной охотник» с новым балансом и несколькими долгожданными нововведениями, а также новый способ получить танковый премиум-аккаунт и другое ценное игровое имущество. Но обо всём по порядку. В этом году произойдёт глобальный ребаланс более чем 15 премиум-машин 8 уровня, которые со временем потеряли прежнюю эффективность. Многие игроки помнят любимые танки и хотели бы увидеть их вновь актуальными. Пришло время дать им второе дыхание. Улучшения комплексные. Они будут касаться многих машин и затронут их ключевые характеристики. Эти правки будут вводиться в игру по частям. Вот первая часть изменений, которая планируется на ближайшее обновление. СТГ получит улучшенную стабилизацию, скорострельность и мощность двигателя. Это позволит ему эффективнее сражаться на второй линии, а при необходимости — даже на передовой. У Т-34-3 уменьшится разброс и время сведения, а его прочность увеличится на 100 единиц. Китайцу будет куда проще реализовывать свой потенциальный урон, а противник будет сильнее бояться его орудия. СТА-2 начнет быстрее сводиться, лучше светить и немного точнее стрелять. Он станет действительно эффективным танком поддержки. У Супер-Першинга значительно улучшится стабилизация и скорость поворота башни. Теперь американец сможет оперативнее реагировать на изменения обстановки и быть результативней в ближнем бою. У этих машин не изменится игровой процесс и роль в бою, но отыгрывать эту роль станет проще. Кроме этого, с обновлением 1.12 комфорт игры улучшится для каждого игрока на любом танке, благодаря улучшениям интерфейса. В этом обновлении в игре вновь будут реализованы одни из лучших идей использовательских модификаций. В случайных боях, ранговых боях и генеральных сражениях можно будет увидеть очки прочности команд. Это необходимо, когда для оценки ситуации недостаточно привычного счёта по уничтоженным машинам. Функция крайне полезна для полного понимания расстановки сил. Добавятся значки засвета в ушах команды противника. С ними можно оперативно отслеживать, какая машина была обнаружена, а какая до сих пор не светилась. Вкупе с миникартой это позволит точнее предугадывать расположение противника. Прямо в бою можно будет увидеть результаты предыдущего сражения. Эта опция предоставляет информацию об исходе боя сразу после того, как он закончился. И последняя опция, полезная для точной и быстрой стрельбы. К настройке добавлено масштабирование прицела по умолчанию. Теперь вы сможете при каждом нажатии кнопки прицеливания сразу входить в указанную вами кратность. Вместе эти нововведения помогут всегда быть в курсе событий и лучше ориентироваться на поле боя. Но есть режим, в котором расположение и состояние противника всегда неизвестно. Режим, которым приходится рассчитывать только на себя. В обновлении 1.12 стартует новый сезон Стального Охотника. Все танки этого режима будут перебалансированы. Изменятся очки прочности, пробития и многое другое. А также добавятся дополнительные внутренние модули для большего разнообразия боевых ситуаций. После комплекса балансных изменений каждый танк будет лучше выполнять свою роль. У каждой машины свой характер, но при этом она будет не хуже других. Это позволит вам выбирать технику, исходя из вашего стиля игры, а не её эффективности. Помимо этого, в режиме будет несколько приятных нововведений. В Стальном Охотнике появятся реплеи. Записи боёв позволят пересмотреть самые острые моменты, показать их друзьям или даже отправить в передачу ВВН. Реплей можно найти в корневой папке игры. Также посмотреть на бой поможет режим наблюдателя. После уничтожения вашей машины вы сможете наблюдать за боем от лица уничтожившего вас игрока, а после — от лица того, кто уничтожил его. Во взводных боях вы будете наблюдать игру со взводных, пока хоть один из них остаётся в строю. В любом случае, бой можно будет досмотреть до конца. И последнее. Новый Стальной Охотник позволит вам заполнять боевой пропуск. Это значит, что для продвижения по шкале прогресса больше не нужно играть в конкретных режимах. Теперь все они подходят для прохождения пропуска. Это сделает прокачку быстрее и комфортней, как и следующее нововведение. Чертежи сильно помогают в исследовании новой техники. Однако, если у вас уже имеются большие запасы чертежей на будущее, рассмотрите возможность получить от них пользу прямо сейчас. В течение ограниченного периода времени чертежи можно будет обменять на ценное внутриигровое имущество, учебные пособия, элементы внешнего вида, членов экипажа и дни танкового премиум-аккаунта. Эта возможность вводится в игру в тестовом режиме. Если она вам понравится, то, вероятно, вернётся и в будущем. Чтобы оценить все изменения, участвуйте в тесте обновления. Опробуйте правки баланса и интерфейса. Оставляйте отзывы и тем самым принимайте участие в улучшении World of Tanks. Удачи на полях сражений! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok